Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас прекрасный солнечный апрельский день. И, конечно же, мы можем поговорить о тех вещах, которые нас интересуют. И я сегодня хотел поговорить о том, как следует писать жалобу на судью и стоит ли это делать. Дело в том, что, дорогие друзья, у нас произошло событие, которое показывает, что бороться с судейским беспределом, с коррупцией необходимо. И многие те люди, которые участвовали в судебных процессах и так далее, ко мне обращались. И зачастую они говорят, нет смысла писать на судью. Дорогие друзья, есть смысл. Если вы видите существенные нарушения, если вы видите нарушение закона о статусе судей в Российской Федерации, если вы видите нарушение процессуального законодательства, материального законодательства, уголовного, гражданского, необходимо писать. Это все дает свои результаты. И перед тем, как мы поговорим об этом, конечно же, дорогие друзья, я напоминаю, что если у вас есть необходимость в составлении тех или иных процессуальных документов и так далее, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Все контакты в описании к видео. Итак, дорогие друзья, у нас в Ростовской области произошло событие, которое показывает, что с судейским беспределом борются. И, конечно же, дорогие друзья, это очень приятно. Это говорит о том, что необходимо прикладывать усилия. Так, арестован председатель Ростовского областного суда и ее заместитель. При этом сотрудники Федеральной службы безопасности, у них под подозрением попали 32 ростовских судьи и чиновника. При этом при обыске у руководства Ростовского суда было обнаружено 200 миллионов рублей наличными денежными средствами. И, конечно же, дорогие друзья, множество иных ценных вещей, предметов и так далее. Это все информация из открытых источников, из информационных агентств. Это все происходило на протяжении 3-4-5 апреля. Арест производил Басманный суд города Москвы. Все это было по видеоконференц-связи. Работали московские оперативники в Ростовской области, в некоторых районных, центральных судах, городских и так далее. Проводятся обыски, изымаются материалы. То есть там происходила долгая конкретная разработка. И, конечно же, свою лепту туда внесли, конечно же, и жалобы на незаконные судебные решения и так далее. Фактически был конвейер, некий конвейер нужных решений по гражданским, по уголовным делам. И это все попало в разработку. То есть в этой конве, конечно же, стоит вспомнить и привлечение к уголовной ответственности недавнее ростовского суди, и привлечение к дисциплинарной ответственности лишения полномочий председателя Московского областного арбитражного суда. То есть работа ведется. Поэтому если вы видите какие-то нарушения, необходимо писать, необходимо все это соответствующим образом на все это реагировать, дорогие друзья. И еще раз напоминаю, если вам необходима помощь в составлении тех или иных жалоб, заявлений на судей в том числе, в составлении апелляционных, касационных, жалоб, исковых заявлений, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Это такой предварительный ролик из предварительных источников. И, конечно же, мы продолжим этот разговор в следующих роликах. Счастливо!